Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Почти три года назад рассталась с парнем. Первые и тяжёлые отношения, нежели расставание, но одна до сих пор. Сегодня случайно узналось, что под конец отношений бывший обсуждал меня с моей лучшей подругой. Зачем-то писал я всякие интимные подробности мои, писал, что мне не нравится моя фигура, хотя никаких предложений или просто похудеть я не слышала. Скрасник описывал, каково мнение обо мне его родственники, и они вместе с подругой думали, каким образом меня лучше бросить. Подруга всё это время молчала, а тут вдруг стала стыдно она в то время, да и сейчас оставила в своих отношениях. Как-то измены туда исключены, она не просто жаловалась на меня, хотя до этого они не общались и не были знакомы. И я, как вода, опущенная везде не хожу. Подругу люблю, но прямо душа отвернулась от неё из-за этого обсуждения. А к бывшему его сынике вообще не навестизлось, хотя мне казалось, что я уже давно успокоилась. И до того, что я прочитала про себя, самооценка вообще опустилась ниже нуля. Как вытащить себя из этого состояния? Помогите, пожалуйста. Смотрите. Аноним. Ну, во-первых, то, что у вас тяжёлые отношения, да, вот сразу хотелось бы как-то прояснить, чем они тяжёлые. То есть, наверное, как-то подразумевается, что раз отношения тяжёлые, значит, была некоторая проблематика в них. И если была некоторая проблематика в них, то, соответственно, эта проблематика, ну, она как бы, ну, наверное, опять же, нуждается в том, чтобы её рассмотреть, она нуждается в том, чтобы её раскрыть, она нуждается в том, чтобы её увидеть, она нуждается в том, чтобы быть исследованной. Вот. Как минимум. Потому что, ну, мы с вами как-то понимаем, что просто так ничего не бывает. Мы с вами понимаем, что если есть проблемы, то они, эти проблемы являются системными и, соответственно, их нужно рассматривать. В том числе, эти проблемы являются, скажем так, проблемами вашими. То есть, это ваши в какой-то степени трудности, это ваши в какой-то степени противоречия. И вот здесь очень важно, чтобы вы на это как минимум обратили своё внимание. Дальше. Рассование – это всегда такой достаточно психотравмирующий процесс. Это всегда достаточно тяжело, это всегда тяжело расставание. И, соответственно, если вы в этом расставании травмировались в той или иной степени, то это необходимо прожить. То есть, травма необходимо проживать. Вот. А ваше собственное состояние приводить в гармонию. Потому что то, что вы три года одна, как вы говорите, ну, я полагаю, что у этого также есть своя основа. То есть, вам, очевидно, довольно тяжело сближаться с людьми, вам, очевидно, довольно трудно это делать, вы, очевидно, тяжело раскрываетесь людям. Нет, не то, чтобы вы должны, ни в коем случае, но просто речь идёт вот именно об этом, о том, что сложно вам это делать, о том, что тяжело вы как-то вот идёте на контакт. Вот. И это, конечно, очень здорово, очень сильно характеризует вашу такую глобальную проблематику с самооценкой. Вот. То есть, ваша самооценка, очевидно, она всегда была неустойчивой. Вот. Ну, насчёт того, чтобы самооценка была устойчивой, в принципе, это отдельный разговор. Тут нужно, опять же, проводить коррекцию, но, тем не менее. Тем не менее. От вашего текста очень сильно веет непринятие. Вы очень сильно себя не принимаете. Вам очень, очевидно, сложно что-то себе предпринять. Вы в себе очевидно сомневаетесь довольно сильно, и, соответственно, это влияет на всё. В том числе, это влияет вот на то, как вы себя сейчас ощущаете. Вот. Ну, в принципе, вы сами пишите о том, что вот самооценка у вас упала. Вот. Если самооценка у вас упала, значит, она никогда не была устойчивой. Значит, вы в этом видите, условно говоря, подтверждение того, что с вами что-то не так. Ненависть и злость на его семейку, как вы говорите, продиктованная этим. Со мной что-то не так. Вы меня обвинили, из-за вас я чувствую себя плохо, соответственно, вы виноваты. Вот. Если в отношениях был негатив, то, конечно же, семья будет на стороне того, кто ей близится. Ну, в конфликте мало, кто из родственников находится на другой стороне. Да? Поэтому, опять же, нужно понимать, что в данном случае подруга слышала одну сторону, вот, она не слышала вас, она не слышала вашу, как бы, версию. Соответственно, это вот такая односторонняя игра. Она всегда-сегда приводит к некоторой такой, такой, если можно так выразиться, субъективизации. Вот. Поэтому это не имеет ничего общего с реальностью, но, но. Что важно, так это то, что вы на самом деле себя чувствуете плохо. Вот. То есть, вы на самом деле себя чувствуете неприятно, вы на самом деле чувствуете себя униженной, вы на самом деле чувствуете себя опущенной, и это, на мой взгляд, связано с тем, что вы никогда о себе сами хорошего мнения не было. Не было. То есть, условно говоря, если бы молодой человек попросил вас в общем и целом похудеть, да, вот, то, судя по тому, что вы пишете, вы бы это сделали. Вот. Ну, как бы это в общем и целом характеризует вас как человека, которому довольно сложно себя принять. Который себя, в общем-то, ну, не принимает. И это, вот, на мой взгляд, большая проблема, потому что это влияет на все. Это влияет на то, как вы позиционируете себя, это влияет на то, как вы относитесь к себе, это влияет на то, как вы относитесь к, ну, к другим людям и так далее. Вот. Ммм. Я бы спросил вот подругу, да, если она идет на контакт, я бы спросил ее, как бы, ну, вот, что ей было важно в том, что она делала. То есть, она это делала, потому что это было важно. Вот, что ей было важно в этом, чего она хотела. Ну, и сказать ей о своих чувствах, безусловно, что вам неприятно, что вам больно, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Опять же, спросить, что изменилось сейчас, и стало стыдно. Это тоже очень важный момент. Хочется сказать, что вы, говоря об измене, как бы, здесь проявляете элементы ревности. Вот. ну, и с этого можно сделать, что вы такой вот, в целом, достаточно такой, зажатый, человек, такой вот, несколько, наверное, тревожный, может быть, может быть, немного мнительный, и вы, в общем-то, ищите опору, вы ищите опору, защищенность, как мне кажется. То есть, не очень-то сильно вы себе доверяете. То есть, люди, которые к вам имеют претензии, люди, которые, которые, как-то вот, значит, ну, там, явно, явно, что-то против вас имеют, могут, в общем и целом, очень слабо на вас повлиять. Вот. Почему вы не успокоились? Потому что не были прожиты вот эти самые эмоции, которые у вас были от расставания. Их нужно прожить. Далее, вам необходимо все-таки наполнить свою жизнь, потому что есть ощущение, что ваша жизнь, она вам не особо интересна. И собой вы не особенно интересуетесь. Ну, опять же, потому что тебя не принимаете в данном случае. Вот. Как-то так, какая-то, какая-то, какая-то такая история. Само себя вытащить из этого, ну, на мой взгляд, неэффективно будет. То есть, вы, ну, вам саму себя вытаскивать будет сложно. Я думаю, что вы уделите еще больше защиты, вы будете бояться вообще отношения выстраивать. Соответственно, тут нужно именно психотерапия. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Удачи.